Ой, бисер. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Так, мы на прошлом занятии начали 20 главу «Деяния апостолов» и остановились на том, как один юноша именем Евтих, сидевший на окне, заснул и упал с третьего жилья, был сегодня тверком, и Павел воскресил его. И вот дальше читаем 14-15 стихи. И когда же он сошелся с нами в Аси, это речь о Павле, то, взяв его, мы прибыли в Меделину. И отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к самуцу и, побывав в трагедии, в следующий день прибыли в Мелит. В Павлане. Сам пошел пешим, предоставляя им то, что легче, а себе выбирая то, что труднее, и с тем вместе поучая многому и приучая их разлучаться с собою. Что здесь комментировать? Думаю, дальше надо идти. Как это все ясно? 16 стих. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Толкование. Видишь, и при желании, и при старании Павел часто не достигал желаемого, чтобы мы не подумали, что он был выше человеческой природы. Святые и великие мужи были одной с нами природой, но не одной волей. Поэтому и имели много благодати. Потому что иной волей с нами были, поэтому много благодати имели. у нас сколько поживешь, или что ли, или что ли. Сергей, я могу выяснить. Давай. Это говорит о том, что человек, насколько открывается перед Христом, если он полностью отдается на служение Христу, Господь тебе дает обильной благодати. А если ты куда-то с какими-то лужинками, то есть куда-то глядываешь еще назад, то тогда, конечно, тебе и благодати столько не дастся, сколько ты мог бы и спросить у Господа. То есть от нас зависит, от нашей свободной воли. Понятно. То есть чем больше ты Христу отдаешь, тем больше и изобилия благодати. Аминь. Это воля твоя. Мысл, понятно. То есть у каждого как бы своя воля, и он своей воле распоряжаться, насколько он может себя посвятить к служению Христу. Понятно. И Господь, доброохотно дающего, любит Бог. А кто не доброохотно, но тоже дает, значит. Ну, любовь меньше, соответственно, и благодати дает. Правильно я понимаю? Померить, как в Каинском сказано, померить того, кому сколько дал Господь. А здесь воля, ну как, никто, положивший руку на плуг и озирающийся назад. Неблагонадежен. Неблагонадежен для Арсений Лиза. Так что, вот, предал всю волю Господу, и поэтому такая благодать, такое дерзновение имеется от Господа. Спасибо, Господи, Надежный. Так, 17 и 21 стихи. Читаю, Сергей. Из Мелита же послав в Эфес, он призвал пресвятеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами, работая к Господу, со всяким смиреномудрием и многими слезами, среди искушений, приключающихся мне по злоумышлениям иудеев, как и не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам». «Еще, до 21-го». «Возвещаю иудеям и эллиным покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». «Со всяким смиреномудрием». «В толковании». «А где там «Со всяким смиреномудрием» написано?» «Ну, в толковании. Наверное, уже тут в толковании начинается со слов «со всяким смиреномудрием». «Да, после Христа точка» «Да». А дальше, главное, в трехтомнике «со всяким смиреномудрием» оно выделено так же, как будто бы это слова. Ну, впереди, правда, это стоит тире. Ну, наверное, это толкование начинается «Со всяким смиреномудрием». Но здесь, да, это толкование уже началось. Что значит «Со всяким смиреномудрием»? Впереди сказано, что со многими слезами, а впереди «Со всяким смиреномудрием», работая Господу. Это он сам о себе говорит. И вот что же такое «Со всяким смиреномудрием» нам сейчас блаженный фихилак растолковывает. Не просто со смиреномудрием, но со всяким. Потому что много видов смиреномудрия двоеточие. Смиреномудрия в слове, смиреномудрия в деле, смиреномудрия по отношению к начальникам, смиреномудрия по отношению к подчиненным. То есть вот четыре вида смиреномудрия перечисляются. И Павел, он говорит, что со всяким смиренно-мудрем он работал, со слезами еще к тому же. Многим неизвестен обычай писания, особенно Нового Завета, называть епископов-пресвятерами и пресвятеров-епископами, точка запятой. Между тем это видно и из этого места, и из послания к Титу, а также из послания к филиппийцам. Мы могли бы также узнать, не то ли самое следует, хотя по заключению, выводить и из первого послания к Тимофею. Из книги Деяний можно убедиться в этом, потому что написано следующее. Из Мелита же послав в ФС призвал пресвятеров в церкви. Не сказано, что призвал епископов. Между тем потом присовокупляет. Дух Святой поставил вас блюстителями, то есть епископами, пасти церковь Господа и Бога. В 28 стихе. Послание же к Титу говорит, в 5 стихе, в 1 главе. Для того я поставил тебя в Крите, чтобы ты совершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал к филиппийцам 1.1. Было, значит, и такое, что не следовало знать. Как скрывать что-нибудь, есть признак зависти, так и высказывать все, есть признак неблагоразумия. Поэтому прибавил полезного. Полезного нам растолковывается, потому что апостол Павел говорит, как я не пропустил ничего полезного, проповедуя вам. То есть и филиппийцам обращает внимание, что не все нам полезно. Все нам позволительно, но не все полезно. То есть не все полезно знать. И не все полезно рассказывать. То есть везде должно быть благоразумие. Понятно это, да? Поэтому на отрывку есть какие-то вопросы? Помечания, мысли? Ну, может быть, там... Ну, это дальше. Пресвитера и епископы. Что такое? Какая роль пресвитера и какая роль епископа? Ну, думаю, на этом нам не стоит останавливаться. Кто не знает, чем епископ от пресвитера отличается. Или кому-то это интересно. Ну, в то время, как я понимаю, не особое было различие. Не было различия епископства и пресвитерства в то время. Позже произошло. А вот аж шумы какие-то. Наверное, как или у Михаила Кальмаева, либо у Екатерины. У меня нет шумов. Я вот сейчас отключаюсь. Значит, у Екатерина, по-моему, там у нее окошечко. Я отключала, все равно они продолжались. Вот я отключенный был сейчас. Пока Екатерина говорила, вы пришел? Ну, если еще появится, так наблюдайте, у кого окошечко будет так-то моргать. Ну, что, читаем далее? Я думаю, да. Да. Окей, давай, продолжай. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Ибо я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Далее. Все достаточно. Сейчас толкование. Замечательно, что пророки знают не все, но только то, что внушает им Дух Святой. Вот и Павел, предсказав, как пророк, обо всем, что имело случиться с ним, и о том, что среди эфесян будут плохие верующие иеретики, сказал, что одного не знает, какой конец будет всего этого. Потому что, объявив ему все, Господь скрыл от него одно это, именно, что будет с ним после усы скорби. Это для того, чтобы, зная, что именно ему следует преследовать, и возгордившись, он не пал от гордости. Святой Дух оставил его в сомнении, чтобы, страшась в плотской немощи, он молил Бога об избавлении от искушений. Что ждут меня искушения, это я знаю. А какие искушения, того не знаю, потому что это было труднее. Зачем же ты перейдешь, если ожидают тебя узы и скорби, для того, чтобы быть узником ради Христа, чтобы умереть ради Него. Вот такое толкование. Мне кажется, вот об этом сказано к филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь... А, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретением. Вот это как раз все вот это и заключаем. Да. Готовность умереть за Христа, это, конечно, признак наивысшей любви. Ибо нет больше той любви, чем кто душу свою положит за друзей свою. Ну а за Христа он сам нас другом своим. Что называем? Можно тебе? Да, говорите, что я сейчас вас не вижу, так что руки не поднимайте, прям с места можете. Я вот хочу сказать, что умереть за Христа, не просто умереть за Христа, а должен быть такой маркир, цель какая. А просто умереть за Христа, ну что, это разница, цель, есть сама цель. Апостол Павел говорит, что проповедовать Евангелие благодати Божией. И он готов, даже ради того, чтобы, если меня даже убьют, получается, я все равно готов проповедовать Евангелие благодати Божией. Это не просто вот умереть за Христа, а имея цель, которая поставлена перед ним. И ради этой цели он готов идти даже до смерти. Ну а цель-то, понятно, цель спасать Духу ближних своих через проповедь, обратить их ко Христу. И Христов говорит, идите научите все народы Христа, их во имя Отца и Сыния, Святого Духа. И он выполняет завет Христа, завет любви. И до смерти, да, что невзирая... Видите, Дух Святой ему подскажет, что тебя будут преследовать, гнать. Все, и он это посознанно идет, не боится. Я еще хотел добавить, вот, когда кто-то завевали Константинополь, и сафроны там монахи. И было такое вот положение, что нужно пойти туда, в Константинополь, и там объявить себя христианином, чтобы тебя убили. И это, по-моему, они читали, что они идут умирать до Христа. И многих так настраивали, и они, молодые люди, шли туда и объявляли себя христианами ради того, чтобы умереть. Ну, апостол Павел, о чем говорит? Он говорит, что для проповеди Евангелия, а не просто так вот умереть. Вот я о чем хотел сказать, что можно сказать, что я пойду умру за Христа, и можно сказать, что я иду проповедовать Евангелие, даже независимо от того, что если убьют меня или не убьют. Ну, мысль твоя понятна. На корейство... Ну, говорите корейство. Общалась как-то с твоей знакомой буддинской, и она не понимает, как мы можем умереть из своего Бога. Ну, как, который дарил жизнь. А жизнь родной. Александр, по-моему, Шумы. Александр? Пехотский. Пехотский, выключите микрофон. Я выключу. Ну, однако. Однако. Ну, вот, все вроде сейчас, тихо. Да, Екатерина, продолжайте. Ну, вот, общалась, свидетельствовала. Знакомый буддистский, она не понимает, как это можно умереть из своего Бога. Такое недоумение. Ну, он же жизнь подарил тебе. Вот как вы можете? Ну, у них жизнь заканчивается. В сути, наверное, они не верят, что после смерти твой Господь тебя силен воскресить. Просто вопрос нужно, я как понимаю, задать, когда ставится, либо ты живешь, либо отрекаешься от Бога. Что она выбирает? Вот в чем вопрос. Здесь надо спросить. Она, может, этого не понимает? Когда выбор тебе предлагается? Она и еле предлагает. Не просто так взять, вот, и не дорожить даром Божьим. Самоцелье не должно быть, вот, умереть за Христа. А самоцелье христианина должно быть передать, проповедовать, рассказать. Да, да. Это дар Божий, надо с разумом использовать. Если это за Христа, это действительно, там, заставляют тебя отречься, там, или мешать, ну, всякие. Это другой вопрос. А если просто так, по глупости, там, вот, я пойду и, как бы, умру никого, не это, неизвестно, за Христа, или, там, по своим страстям, или какая-нибудь вообще еще глупость, там, то, хоть ты и христианин, какая же тебе польза от этого? Я думаю, что никакой. А вторая митовейская книга, вот, седьмая глава, там они без проповеди. Вот, когда семеро сыновей, вот, когда мать их уговаривала плачево, они просто без проповеди все, понимая, что там вечности совершенно другое. Что вот это, и, как бы, им вот это наказание, оно не за что-то, а наказание за надежды на будущее. Так, там не на, это, маковестнее, там нарушать закон заставляли, вот в чем дело. Ну, а закон-то ради чего? Или идульское съешь, или отрекись от веры? Ну, правильно, здесь, они совершенно правы, маковеи были, маковеи. Почему? Потому что, как бы, вообще в Ветхом Завете не было такого, проповедовать иудаизм. Они должны были сохранять, их цель была хранить то, что им заповедано Богом, а не проповедовать, там, Эпифану Интиоху, язычникам. Они просто сохранили верность Богу, и поэтому они действительно были мученики. Но проповедь — это же тоже сохранение веры во Христа. Проповедь, на проповедь послал Христос. Да. И вот, поэтому мы были просто на проповедь Христом, уже в Новом Завете. А в Ветхом Завете была цель сохранить, вот, цель сохранить от этого атеизичества, от всего, от мира. Вот. От того, что вокруг сохраняется, сохранение служения ветхого, вот, ветхого, ну, народа иудейского. Они это сделали, они очистили храм, они стали приносить жертвы, они добились. И, естественно, не поклоняются идолам. Они своим, то, что они не поклонялись идолам, они уже этим показывали пример, несли проповедь. А они не имели заповедей идти проповедовать иудаизм. Никаким язычникам они не имели такой заповедей. Нет, но я не говорю, что это, это же сохранение. А сохранение, проповедь это тоже является сохранением. Сохранением веры во Христа, обращение кого-то. Это не мы обращаем, а Господь обращает. Мы зерно сеем, а это тоже подсеяно зерно уже. Есть такой момент, да, вот в нашей истории великий раскол произошел в Русской Церкви. Как бы все видели, что не то происходит что-то при Алексея Михайловича в церкви. Там и как Афония, и вроде бы молимся, и все. А душа неспокойна. Правильно? Да. Алексей Михайлович сам, и патриарх Никон, и к ним примкнуло общество благочестия, там сам Аввакум. А что делать не знаю. Библии нет, проповеди нет. Почему-то они посмотрели, может быть знают греки, как правильно себя вести. Мы от них веру получили. Давайте-ка у них просим. Призвали, созвали собор, начали книги там менять. Нет, а возрождения нет. Нет проповеди живой. И вот в чем дело. Вот почему и те, и другие пошли. Но эти ладно, Алексей Михайлович, он хоть царь, он действительно хотел как лучше. Но не знал как. Не знал как. А вот здесь вот в свое время, Аввакум, он уперся, как маковеи. Вот за нас умрем, и все. И никакая может быть проповедь. Никакой проповеди нет. Все, что мы получили, вот сохраним. И будем мы святы. И достаточно нам. Или что сказать? Оказывается, нет. То есть одно дело, одна заповедь была у них в Ветхом Завете, а другая заповедь у нас. И в маковее они абсолютно правы. Не надо там как бы путать как бы божий дар с яичницей. Красивый Господь. То есть здесь разные вещи, разные заповеди мы имели. Да, они очистили свою веру. Да, они мученики за то, что они сохранили свою веру. А нам не только сохранить свою веру. Веру сохранить. А нам мы должны еще и проповедовать. У нас другая заповедь еще есть. Вот в чем дело. И кроме здесь вот у меня тоже есть немножко... Ну ладно, хорошо. Ну вот когда на мосту в Грузии, там же просто надо было произвести что-то такое неприглядное с иконами. И проходи дальше, и живи. Ну все подходили и поклонялись иконам, и отлетали головы их, и скидывали их в буру. Тут-то вообще никакой пробований. Тут же опять тоже сохранение. Следование вот к стопам Христовым. Понимая, что вечность впереди, надежда на вечность, на будущее. И это тоже, да. И сохранение тоже является, может быть, мученичеством. Конечно, и сохранение тоже. Потом нужно понимать, что в каждую эпоху, у каждого народа, у каждого народа своя нравственность. Для одного может это народа быть мало, а для другого может быть и достаточно. Вот как бы при Алексееве Михайловиче опять. Нужно понимать, что нравственность такая была. Вот в чью сторону бы не качнулись бы маятник, весы. Вот говорят, что вот вы, не коняне, гнали и уничтожали старобрядцев. Да, были. Но это была такая нравственность такая. Была бы власть старобрядцев, они бы сделали то же самое с нами. Никакой разницы нет. Не там, не там. Одно и то же. Потому что что те, что другие. Нравственность тогда была такая у людей. Кровожадность. Так и эти. Вот достаточно там было показать, что ты христианин, что ты веруешь, что ты не отрекаешься, что ты почитаешь иконы. Да. И это вменялось в праведность, это вменялось в мученичество. Потому что турки, или перцы там, кто турки, они рубили головы на мосту. Такое дело было мусульмане. Тогда так. Потому что, может быть, даже у народа у всего этого и не было такой силы говорить и проповедовать. Потому что это было бы просто метание бисера перед свиньями. Они свою жизнь проповедовали, что они христиане. И отдавали жизнь, и они видели, что вот они как расстаются с жизнью легко. И это для них может быть сложно. А так проповедовать было бы, может быть, и метание бисера перед свиньями. Они не знают. Что те не знали Евангелие, Писание, что грузинцы, православные не знали. Что мусульмане не знали. И кому проповедовать было. Вот кому проповедовать, как проповедовать. Только так, что они почитают свою веру, свидетельство. То есть надо же учитывать, что они еще и Евангелие-то знали, наверное. Только по богослужебным текстам. И все. Они же вряд ли, в каждом доме было Евангелие, и они его изучали. Такого, ну, вряд ли можно представить. Да, примеров много. Мы долго будем обсуждать. Потому что и молчаливые примеры, и примеры подражания, и веры во Христа, и Георгия Стопамова. Всякие примеры. И проповедь, конечно, в первую очередь. Ну, вот Павел, он показывал так, что я не дорожу своей жизнью. Хотя там сказано, что Уза и Скор. Вот его Дух Святый посылает. И через братьев Дух Святый как раз-таки показывает, что тебя ждет. Он говорит, хорошо, я выбираю. Я иду ради проповеди Берушалай. Там буду проповедовать и нести свет в Евангелие. Хотя там уже и были апостолы. И не боюсь Уза за Христа, да, Уза Христова. По-моему, вот, слава Богу. Вот интересно, что не было тогда, по-моему, экономическая территория. А так бы сказать, ты чего сюда пришел-то? Это наша экономическая территория. Мы уже всем рассказали обо всем. Ну, это экономическая территория. Это чисто финансовый проект, скажем так. Не, вот, просто говорю, что если бы на наши деньги перенести, могло бы и такое быть. Он после Константина Великого там начался этот проект. Финансы, они, как я понимаю. Ну, что, братья, дальше читать, не так. Так, ну, мне вот просто хотелось еще дополнить. Вот, апостол Павел говорит в 13 главе, 3 стих, послание Коринфянам. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, вот о чем мы говорили, вот, о любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Ну, вот это вот подтверждение слов Сергея Львина, что, ну, как бы нам глупости не наделось, то есть были случаи, когда думали, что умирают за Христа, а на самом деле, может быть, ведь не было этого. Брали на себя то, что это не надо было брать. Я пойду, вроде бы, все. Давайте дачу. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, достаточно толкование. Чист я от крови всех, если вы будете отягчены сном и умрете от рук убийц и душ, потому что я исполнил обязанность учителя. Значит, кто не говорит всей воле Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве. По-видимому, оправдываясь, однако же, заставляет их остерегаться. И Игнатий Тихонов делает комментарий на слова, кто не говорит всей воле Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве. Коротенький такой комментарий. Это место священного писания и толкования всем священнослужителям и мирянам нужно заучить наизусть. Наизусть тоже подчеркнуто, вернее, выделено и жирным, и крупным шрифтом. Всю волю Божию может освещать только тот, кто читает постоянно Библию и знает все. Вот самое важное, для мирян и для всех это важно, потому что вот ты, отец, ты должен своим детям сказать, какова воля Божия. Ты муж должен мне сказать, и жена должна, если ты христианка, а муж не христианин, ты должна возвестись в воле Божию. То есть везде повсюду должна возвещаться воля Божия. Аминь. Ну, я можно то, что скажу? Да. Здесь как бы получается, что апостол Павел, прощаясь, говорил, что я все, что имел о Царстве Божием, я вам сказал. Вот. И если вы устоите в этом, то спасетесь. А кто погибнет, кровь того на главе его. Я, нет на мне крови, потому что все, что я для спасения нужно, я вам возвестил. Потом немножко небольшая ремарха вот к Михаилу. Да, детям обязаны мы, жене обязаны, обязаны друзьям и всем, потому что, как бы, говорит, взыщу кровь у вас с тебя. Но жена мужу, говорит, но жене учить, не позволяю не властвовать над мужем, но учится в безмолвии. И чтобы мужья, видя чистое и благоговейное житие пред Господом, без слова вразумляемы были. То есть, жена без слова, чтобы муж был вразумляемым. Ее проповедь только житие, чистое и богобоязненное. И никаких учений, и поучений, и властвовать никто ей не позволял. А я разве говорю, а властвую нет? Нет, что она должна возвещать. Да, должна сказать, я христианка, я хожу, воскресный день за мной, все, я тебе все отдаю. Но, воскресный день за мной. И вот, чтение священного писания, вот, причащение время от времени, учу детей, чтобы они были. Это мое. Остальное учить я тебя, если ты не слушаешь Евангелие, она не может бежать там с этим Новым Заветом. Я тебе буду читать, а ты слушай. Не будешь я тебе там, кормить тебя не буду. Или еще чего-нибудь там. Это непозволительно. Брат Сергей, я не об этом говорю. Я говорю о том, что вот просветительница Грузии Нина, Мария Магдалина, и многие женщины, которые пришли возвести для воскресения Христа, как ты их назовешь? Не имели права говорить, что ли? Они мужьям же не возвышали. Царям, царям. Не мужьям, не мужьям. Мужьям нет. Это царю там пришла, говорит, Христос воскресеет. Невозможно, как эти яйца, как эти яйца станут красными. Они стали красными. То есть, здесь, царям, да, кому возвещала, да, с мудростью. Но мужу нельзя. Ну как-то нельзя мужу, если он идет в Евангелие, если он идет в ад, он грешит, и ничего не делает. Ну как говоришь, почему она не должна ему возвестить о воскресении Христа и о поколении? Вот видела, за кого ходишь. Ну, может, если спрашивают. как, может, если спрашивают. мудростью, вот как попросили. просто на августе, думал, веру, в этом нет ничего плохого. Мудростью, он это делает. сейчас вообще ничего плохого нет. Ну и Слово Божие говорит так. Вот я говорю, как Слово Божие. Что бы без Слова вразумляемы были. Ну это буквально понимание без Слова. Чистое житие, это чистое житие, оно понятно. Ну и молчать, молчать в храме. Вот да, в храме это, скорее всего. Вот Божий. Нет. Вообще в жизни. Что бы без Слово. Как в храме неверующий муж может оказаться? Каким образом? Каким образом он может оказаться в храме или в обществе христиан? Если он не ходит, если он не знает. Ну вот, дома-то она, наверное, могла ему сказать. Что она могла, если говорит, вот взять там, ты знаешь, у нас сегодня будет собрание, и хлебопреломление будет проходить, ну как по страницам оттолкнуло его локтем, и человек 15 христиан зашли и молятся, и там это хлебопреломление совершают, вот. А он там в углу сел и сидит. Или если только так. Ну а каким образом он мог быть, он не верующий. Разумеяли? От Матфея 22 глава, 34-40 стих, да? И читаем вторую часть. «Возлюби ближнего твоего, как самому себя. На сейх заповедях утверждается весь закон и пророки». Где же тогда любовь, если ты будешь молчать? Не понимаю. Опять же, если спрашиваю, она даже говорит, я христианка, у меня есть воскресный день, вот, который я посвящаю Богу. Я христианка, вот, я вера во Христа, я молюсь, ты не должен препятствовать молиться, поскольку здесь будет конфликт у нас с тобой. Да. Молиться ты, я тебе молитву не отдам, не отдам тебе воскресный день, вот. А остальное, ты мой хозяин. Вот. И видя ее чистое, богобоязненное житье, без слова, чтоб он был вразумляем. Нет. Муж не хозяин, это жене. Жена это, какой это хозяин он здесь? Ну, не хозяин, так скажем, а если согласны жить, должны жить вместе, если он согласен жить. Хоть и муж не верующий, жена не верующая. Это до плоти относится? Если она согласна, она должна жить. Ну, до плоти. А что значит до плоти? Они вместе живут. Они вместе ведут хозяйство, вот. Сейчас вот приходят там к архимандритам некоторые. Батюшка, вот у меня там муж не верующий, то-то, сё-то. Вы венчаны? Нет, не венчаны. Разводись. Что значит разводись? Или там, наверное, детей имеют, они вот живут вместе. Приходят к архимандриту там какому-то. Он сразу сходу. Ну, он вот верующий чуть-чуть, ну, туда-сюда, там вот так вот в храм ходит редко. Венчаны? Нет. Разводиться. Что значит разводиться? Где ты по Евангелию, по Священному Писанию, где разводиться? Не положено разводиться. Хоть и это не венчаны, живут, они, она видела, за кого выходила. То есть, такая ситуация, что и сейчас это искажает все, все не по Писанию. Она должна знать волю Божию и эту волю Божию, а воля Божия что? Это спасение души человека, чтобы он уверовал, покаялся. И она, если и живет чистым житьем, это она обязана к людям жить. Другого и не мыслится. Но она же это, если Божий говорит, пошли согрешим, своруем, убьем кого-нибудь, или еще, но я уже такие грубые грехи даю. Тут и тоньше ей бывает значительно, что она и не должна соглашаться, она и должна узнать волю Божию. Здесь не должна, да. А если он на кафедре, он как христианин на кафедре своей, как муж стоит, а если он не христианин, он это язычник, то почему она не должна об этом подсказать ему, как-то ему это подойти, по любви, конечно, все это сказать, а не может быть. Толкование. Я ничему не должна работать. Но это стихия. Не может. Не может. Но первое посадение к пелоникицам, 5 глава единства, посему уличевайте друг друга и назоветайте этим Богом, как вы их не говорите. Друг друга это христиане. Христиане. А если он язычник, и он не слушает ее, ну не может она его услышать. И она может в другой момент подойти. Она рядом всегда. Она как это... Понимаешь, что это? Подойти может, может, если он в смятении посоветует, что-то там, аккуратно очень. Но только когда спрашивает, когда Господь его приведет, спросит, вот я в таком-то состоянии, вот не знаю, что делать, у меня тупит. Вот что мне делать? Вот я не знаю, вот все, что не делаю, не так. И она ему скажет, вот ты знаешь, вот я христианка, вот мой Бог говорит так. Так они, сколько говорят? Вот мой Бог говорит так вот. Если ты попробуй, может, у тебя будет все хорошо, тогда да. А иначе никак. Ну, нельзя. Слово Божие запрещают. Игнать Игоревич, простите, а можно ваше мнение спросить? Можно. Можно. Я попрошу вернуться назад. А с чего начали? 17 стих. Кто там стучит? Измелита же послава в Ефес. Он призвал присвятеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю все время, был с вами. Работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключившейся мне по злоумышлениям иудеев, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Можем ли мы назвать сегодня живых архиереев, которые могут вот так сказать? И чтобы им никто не возразил, сказали бы действительно так, что Господу работал, Господу. Что значит слово Господу, работая Господу-то? Ведь речь идет не о литургии, не о канонах, не о том, чтобы акафисты считать день и ночь. Это проповедь. Непрерывная проповедь всюду. Мы понимаем, что то, что писал... Я не понимаю, кто стучит там? По клавиатуре кто-то стучит. Ну, у кого-то там что-то есть, Сергей, ты, наверное, видишь порядок, прям как кузница стучит. Вот, то, что напишут нам, вот, евангелист Лука, ведь это маленькая крохотулька того, что было. Написано и проповедовал там три с половиной года. Да, три с половиной года, сколько можно было написать-то? Значит, мы за этим должны видеть и другое, не сказанное, но отраженное вот в этих строках. Работая, Господу, со всяким смиренно-мудрем. Что значит смиренно-мудрие? Вот это-то вопрос. Вы все пробежали, даже не остановились. Можем ли мы сказать, сегодня архиерея работает со смиренно-мудрием, когда они князья? Одно слово не так, и полетела камеловка разжалует, снимет и все прочее. Канон на канон нарушается. Священникам могут разжаловать только шесть архиереев вместе собравшись, и твой местный должен быть. А сегодня любой, что хочет, заворачивает. И многими слезами. Так, у какого архиерея вы видели слезы? Да задайте такую загадку. За последнее хотя бы, ну не тогда, когда ему, говорится, уже заехали. по мордасам. А многими слезами о чем? О том, что есть враги, которые не понимают спасения, им отвечать придется. О том, что люди не принимают. А то, что он, которые люди обратились, их совращают. Целая галатийская церковь была отвращена полностью. И они стали подписывать свои послания Павлом Шри в подписи, его эксклибрис стоит. Как бы нами пост, но Павел говорит, послание. Не смущайтесь от этого. Не я это писал. Среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. Какие? А в одном месте он говорит, они добирают, говорит, до полноты. И Господь им воздаст. А сегодня по злоумышлениям от архиереев, не от иудеев. Самые главные это враги, архиереи, как Златоуст говорит. Они все задушили. Я не пропускал ничего полезного. 20 стих. А что полезное? Вот сегодня они полезные что? Ёлки поставили, что в церкви делают, это все полезно. Эти разводы до трех, может быть, даже, я не знаю, больше, при живых женах. Живая жена. Я говорю, а почему ты развелся? А во мнениях не сошлись. Да какая же причина? Архиерей утвердил, все, поэтому я приехал и вот женюсь тут. Во мнениях не сошлись. Явно, что главное, это злодеи, не иудеи. Что значит полезного? Полезного то, что будет нам нужно на суде Божием. Вот это надо в людей заложить. Если мы все будем знать, проповедовать, сами окажемся недостойны, где мы будем? Если ты не спасен будешь, ты сегодня уже ведро будешь стать около себя плакать в него. Как был такой Феофил, ну, бывают там разные прозвища, Ян Златоуз, Антоний Великий, Макарий Александрийский, это Феофил плачливый. Он плакал. И когда он пока, он главное плакал, как и собирал в сосуд, я даже удивляюсь, как это можно было в сосуде. А ангел ему сказал, он говорит, что ты хвалишься-то, говорит, у тебя, говорит, там не один сосуд, уже два, говорит, стоит, полная слеза. Перед Богом. Со смиренно мудрием и ничего полезного. Ах как, о чем вам не проповедовал бы. То есть, об этом полезном он говорил. Что полезно? Полезно признать себя грешником, падшим окончательно. Нигде он не говорит, что без меня вы не можете или без причастия не спасетесь. Ни разу, нигде, даже не упоминает. Это все придумали, сконцентрировав власть в себе, потому что причастие от священника, а я тебя отлучаю, не дам причастия, ты сдохнешь под забором. Ведь вот в чем дело-то. Диктатура священства. Это тут каждый папа себя чувствует. Вернувшись на эти стихи, мы должны сказать Слово Божие живо и действие на сегодняшний день. Работают эти стихи или нет? Если они не работают, они мне никакой пользы не оказали. Вы заострили внимание, что по духу, влечению Духа Святого идет в Иерусалим. Давайте выше. Нас туда никто не зовет. А впереди вот это вы пропустили. Это для каждого из нас. Мужчина то или женщина. Говорил ли он о семье? Говорил обязательно, потому что это ячейка церковь. А где она должна проповедовать жена? Когда? Что спрашивать? И говорит, дома у мужей своих. Дома. Дома. Дома он может собирать. И она может наставить на этом, не ревновать. И собираться будут люди. И тут она будет выступать и говорить, дайте ей слово. Дома. Даже не дорогой. Когда говорят, если болен, пусть призовет пресетеров и помолится над ним. Я стал расшифровать. Я говорю, вот вы пришли здесь в церкви стоите. Сами пришли, да? А тут написано призовет. То есть он лежачий. Он парализованный. Далее, над ним. Не рядом с ними, а над ним. То есть он лежит и над ним склонились. Это-то что не понимать-то? Сегодня соборуют неправильно. Приходят своими ногами. Их не надо соборовать, этих людей. По порядку-то начни. Что он, Павел, говорил? Не пропустил. То есть у него была определенная программа, и он видел ни одного пункта, не должно пропустить. Я обращаюсь. Какой священник это делает сегодня? Какой архиерей? Назовите его. Мы в число поставим его героем веры? Ведь не это совсем. Мы видим-то... Вот. Ну, кто мне там прислал-то? Тихон Шевкунов-то говорит. Это новое, выдуманное христианство. Лживое. Никакого отношения не имеющее к апостольским временам. Тем более к православию. Это я вчера прислал вам. Ну вот. И мы должны это день и ночь себе держать и об этом плакать, что мы не евангельские христиане. Нет. Сегодня главное угодить попу и епископу, а остальное все норма. Он тебя проведет в рай. А он его сам не увидит даже. Он не рожден свыше. Даже на мытарствах такое не будет. И кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Даже мытарство ему и то, как счастье было бы, и этого не дано ему. Он просто вниз головой летит. И этого они не видят, хорохорятся, поэтому внешние одежды шапками этими митрами называют их. Это детская игра. Детская игра. Я одним сказал, они обиделись. Я говорю, вы знаете, что напоминаете и хвалитесь? Вот у нас пыли много было на дорогах. Ну и надо сделать чашку. А чашку-то нет никуда-то. Ну, я говорю, ребятишки, ты ямочку сделал в нее, пописал. Она сразу слиплась. Мы похожи на этих детишек-то. Господь говорил, что поют, они не плащут. Смысл-то заложен в этом на все времена. Детская игра. И вот стоят, показывают священники, рядом стоят архиереи, и он крестит. Согнула в три погибели девчонку, там чашка какая-то, и она сидит в ней. Но его немедленно нужно запирать дверь и не выпускать его, раздеть до гола и выгнать его пинком под задницу. Это не архиерей, это волчар дикий. Мне ночью только прислали, где это, на сайте Кураева. Второй архиерей там стоит, тоже самое безобразничает. Ни каноны, ни Евангелия, ничто не действует. Это новая организация, совершенно не имеющая отношения к тому, что было. Ну, ты это понял? меня упрекает, завтра я это покажу. Вы сами не идете в патриархии, людей толкаете. Вы понимаете, что делаете? Не желай ближним, еще у себя не желаешь. Я говорю, нам нельзя работать, вам можно. У нас особый статус. А можно ли это поднять? Можно. Совершенно, абсолютно разваленный Иерусалим был отстроен. Варшава была вся взорвана немцами, заново отстроилась. Москва была сожжена, заново восстала из пепла. Ну, если так говорить, да делать, это нас завоюет. Но вот оборонялись, завоевали, все развалилось. Горбачев мудрее оказался Сталина и Гитлера. А я же по пьянке-то там подписал, и все развалилось. Вот вам пример. Если то развалили, то здесь делать уже ничего нельзя. Только одно, плакать, молиться и искать выхода. По-малому, с теми, кто рядом. И вот эти рядом-то, какие там, там он к изырской епархии там остает, какие-то к миссионерскому отделу имеет, там дуревич. Не какие-то, шпана, как говорится, гиены лютые. Шакалы бегают. Как это называет их Рамзан Кадыров. Они ничего не знают совершенно. Только одно, чтобы искушение создать по злоумышлениям, приключившись, его одобряют. Они вот цыкнули, его больше нигде нету. Момент уходит. Завтра, если начнется то, что предсказано России, их ветром сдует, ни одного нигде не будет. Они никуда не пойдут. Ну, а так как его сверху крышует, там епископ, и он сегодня всякую пакость говорит, пишет, там, Петровы какие-то, все это изберги рода человеческого. Архиереи разве не знают про это? Почему не поддержали ни разу? Ни один не выступил в нашу защиту. Ни один. А их 350. Что непонятно-то? Мы говорим не о смерти, а в гражданстве, вот сейчас, в мирное время. Начинать надо работать. Ничего же нету. Люди приходят, купаются в Иордании, прыгают, музыка играет, кричит. Ничего нету евангельского-то. Вообще ничего нету. Идет толпой, пузатые такие священники, смотришь, ужас берет просто. Как говорится, стадо лошадей выгнали. Что, не стыдно это нам? А, какие слова говорите? Да одно то, что десятину не берут. Десятину не берут, уже прокляты. Все прокляты. А почему? Потому что ты не просто своровал где-то, а у Бога. Говорят, откуда это видно? Я говорю, святая десятина. Да не написано так. Написано. Римлянам 2 глава, 22 стих. Гнушаясь, идол святотатствуешь. Вот идол стоит, ну идол, памятник Ленину там, и ты говоришь, я не буду с ним. А своего Бога обкрадываешь. Святотатствуешь. Свято, ну понятно слово, свято, святотат, это вор. Святыня, святыню воруешь, божью десятину. Ну это к десятине речь идет-то. А была бы десятина, не было. Ну ладно. А что десятина дает? Торговля. Скажешь, да как-то в ветхом завете Малахия говорил. Хорошо, в ветхом. В ветхом, в ветхом. Псалтырь в ветхом. Почему мы ее считаем? Там вообще нельзя считать, когда говорится отомсти врагам. Златоуст повернул это к дьяволу. Сумели псалтырь так себе перетянуть. Здесь в нового заветное время уже. Дважды изгоняет Христос. Торговля. Нету там храма во имя Покрова. Нет, это комок во имя Покрова. Это не Александроневский храм, это комок во имя Александра. Это не Кольский комок. Базар. А кроме того, дальше уже говори, вертеп. Во имя святителя. Николая, вертеп. Изгнал и знал. А как жить? Десятина, повторяюсь, святая десятина. Ее нигде нету. И всюду идет воровство и торговля. Ну что, надо плакать. Давайте оживим эти слова. Начинайте трудиться там, где есть. Примите на себя смерть от этих извергов. А как? Да они тебя не будут до причастия допускать. Он сразу поп взъявится, у него загривок встанет, как у волка. Я их очень хорошо знаю. Но работать надо. У меня сейчас столько упреков. И вы эту патриархию, Сталинско-Бережскую, признаете благодатной? Признаю. Да какой же вы сам тогда? Вот такой, как есть. Ни одного слова оправдания сказать не могу. Признаю. Я себя на молитве проверяю. Начинайте работать. И вот эти слова, если мы когда будем считать, а дальше дойдем сейчас, где говорят лютые волки, то вот это предыдущее нас будет уже трясти, как на ухабах. Господу со всяким смиренно. Да хоть маленькое смирение, это перед Словом Божием было, а он со всяким. И многими слезами. Ну какой археем многими слезами? Это последние концерты ставят. Среди искушений. Какие у него искушения? А чего? Я не пропустил ничего полезного. Значит, целый реестр этого полезного. И в семейной жизни, как и детей воспитывать. Все захватил. С властями, налоги, как платить, военную службу, как нести. Все полезное. Полезное. Его надо знать. Они его не знают. Я спрашиваю, что самое ценное в православии? Попы стоят вокруг меня толпой. Ни один не может сказать. Вы, если только вы настоящие. Самое ценное вы. Мы должны жизнь положить вас сберечь. А тут только и думаешь, как бы не встретиться с вами на одной стороне улицы. Вот что я хотел сказать. А это все в этом заключено. Отошел. Идем дальше? Да. Ползем дальше. Вопрос по поводу, может ли христианка, неверующего мужа учить или обращать, вот согласно Слову Божию, я так и не услышал ответа. Да или нет? Может ли жена, неверующего мужа наставлять в вере? Может, может и должна. Муж потерял капидру в Златоусте, жена тут же ее принимает. Гдать дома, дома, она со служанками, с детей. Не было этой капидры, он неверующий. Вот. Неверующий. Написано, без слова приобретаемы были. Что значит без слова? Объясните нам. Без слова? Определенно говорит. В каких случаях жена говорит? Надо посмотреть. А он потерял капидру. Да не потерял, он ее и не приобретал. Он неверующий. Мы о верующих мужьях говорим. Она ему принадлежит от рождения. Он только еще в люльке находится, кафедра уже за ним записана. Не принадлежит. Принадлежит. Но он ее потерял. Он или пьет, или не верит. И жена тогда берет власть в свои руки. А не так, что весь день дом погиб. Жене учить не позволяют. Где? Когда верующий муж знает и стоит проще на своем основании. Не подкаблучник. Учить не позволяет. Почему? Потому что иначе голова будет опрокинута. А вы полностью относитесь к женщине. У нас зашло до того однажды было. На Пасху даже приветствуются. И даже не приветствуйтесь. А то даже уже хору петь нельзя, женщина-то. Речь идет о поучении, о проповеди. Ничего больше тут не сказано. Почему? А, говорит, что желают узнать, а в пении не узнают. Пусть спрашивают дома у мужей, чтобы согласна не было. вот и все. Без слова верующего, неверующий, который есть, она делом должна показать. А теперь, теперь проповедь. Слово ее, как правильно воспитывать, как средствами, финансами, она все должна знать и сказать ему. смотри, вот Нонна, это была, Макрина, кажется ее звать, ее выдали насильно замуж. Она не думала даже идти замуж. Ее родители выдали за язычника. Самое-то удивительное. И она его обратила к Богу, как бы обратилась и не говорила ему. И в этой семье будут люди, которые будут святыми почитаться по сегодняшний день. Это и так понятно. Еще один раз, последний раз вопрос задаю. Первое Петра 3.1 Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были. Толкуйте. Сергей, которые не покоряются Слову, они не покоряются, а без Слова, которые жена рядом с ним находятся, не чужая жена, своя. Она его обращает своим поведением и свидетельствует Служену Слову. Должна ли она его покорять своим Словом, или она все-таки должна молчать, если бы он Слово не покоряется. Так нам говорит это. Ты не слышишь, что я тебе говорю? Не слышу. Вы не слышите вопроса, я не слышу. Я вопрос очень хорошо понял. слушай внимательно еще раз. Если муж теряет кафедру своим поведением, жена становится на кафедру. Как это совместить с тем, что мы читали? А вот теперь совмести. Какой муж? Знал ли он, не знал ли, что речь идет не об упреках. Поведение ваше свидетельствует, как и вы. Вы можете день и ночь показывать поведение, никто не обратится. Вера от слышания. Павел не мог против самого себя пойти. А может я бы слышал, он не ходит в церковь, от нее только может услышать. Вера от слышания, слышание от слова Божия. А она дома проповедует. Делами своими показывает и обращает его, он видит. Да. Первые христиане, учитель у Яна Златоуста был Ливаний, Ритор. И он говорил, ах, какие жены у этих христиан. Скажут ли о наших женах так язычники? Ах, какие жены у этих христиан. Она обращала как рабов, слух Ян Златоуст говорит, те, которые в доме. А если муж, конечно, верующий. А не верующий, неверующим она свидетельствует жизнью своею и проповедью. Проповедью Евангелия. Она занимает кафедру. Вот и совмещает теперь одно с другим. Когда и по какому случаю. Тут уже на деле покажется. Иначе муж неверующий будет, если она без слова. Без слова многие язычники лучше нас живут. Без слова они даже не заметят, что мы христиане. Просто будут говорить хороший человек, хороший работник. Слово должно быть евангельское, благоухающая весть, живительная для жизни и для смерти. Идем дальше. Читаем. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, Который он приобрел себе своей кровью. Толкование. Спасительная польза состоит не в том только, чтобы исправлять других. Первое послание Коринфянам 9.27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Не в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой самолюбец ищет только своей выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю. Внимайте себе это не потому, что спасение себя предпочтительное спасение стада, но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу. Вы получили, говорит, хератонию от духа. Замечательно, что тех, кого выше назвал пресвитерами, здесь называют епископами. Это или потому, что и на пресвитерах лежит обязанность наблюдать за словесными стадами церкви, наблюдать, чтобы не ослабел кто верую, не томится ли кто голодом или жаждую, или не нуждается ли кто в каком-либо замечании или обличении, как заповедует сам же Павел. 2 Тимофеев 4.2 «Проповедуй слово настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Или же апостол епископами здесь и называет епископов. Немаловажным вещам угрожала опасность, если Господь не пощадил даже крови своей. Да, чтобы примирить врагов, Он пролил даже собственную кровь. ты же можешь удержать их, когда они сделались уже друзьями. Вопросы? Вопросов нет, идем дальше. Уже час времени прошел. Больше часа. 29-31 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Достаточно втолкование. Двоякое несчастье. С одной стороны, то, что его не будет, с другой, то, что иные будут нападать и при том, что особенно горько из вас самих. Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война. Цель еретиков стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими будут носить имя того или другого еретика, как от Менеса, Манихеи, от Ария, Ария, и другие виды ересей. Поэтому, умеряя еще ранее их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили. 1 Коринфянам 1.12 Я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Пожалуйста, вам слово, братья и сестры. А вот апостол Павел говорит, подшествие моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Каким образом апостол Павел уже знал, что это войдут эти волки? Почему он не предупредил заранее, то есть не предупредил своими действиями, чтобы они не вошли, не избрав их на этот пост? Или он говорит о будущем, после них, которые придут уже, не те, которые собирались сейчас, в этот момент, а те, которые после придут? так получается? это невозможно предупредить, что войдут или не войдут? Это так уже должно быть. Мне кажется, здесь, знаете, как от Матфея, 10 глава, 29 стих, во всем же есть промысел Божий. И промысел Божий, что восстанут и среди вас. То есть одних Господь умудряет, делает сильнее верить Христову, следование стопам его, а одни просто отпадают. Вот тут происходит, наверное, может, неправильно скажу, такая же самофильтрация. Кто верен Господу, кто не нарушает заповеди его, кто чтит его, кто следует стопам его, то он не восстанет против христианина своего, против брата своего. Он не будет ни лгать, ни выдумывать ничего. И мне кажется, вот в этом заключается тоже замысел Божий, что кто-то останется козлами, а кто-то омцем. Вот здесь говорится ясно, ибо по отшествии моем войдут к вам лютые волки, то есть извне придут, а потом из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, то есть те люди, которые либо частью они совратятся этими лютыми волками, пришедшими извне, либо уже в себе имели вот этот как бы сказать, семя зла, семя тления, чтобы которое просто возрастет вовремя. откуда Павел знал как бы и по мудрости своей и так наверное дух святый открыл ему это. Ну конечно. а вот эти люди это мое конечно понимание такое, что они не отверглись самих себя, они принесли свое я. Когда они вошли в общину в церковь, они принесли свое я, переступив порог в церкви, они не отверглись самих себя, они свое я это несли и на этом их ловят и сделают из них этих волков и перевратно они стали говорить. То есть не приняли учение свое, не отвергли свое я, а все это свое я дальше продолжали нести. Может быть так? А преподобный Паисий Святогор же пишет, что уязать Евангелие человеческим здравым смыслом невозможно, потому что в основе Евангелия лежит любовь, а в основе здравого смысла заложена всегда выгода. И вот те, которые извне, они приходят не с проповеди, они приходят все время с выгодой, с выгодой для себя, для своего корыта, для своего использования. А тому и уводят от веры Христовой. Так легче отвести человека от веры Христовой, легче им потом руководить. Потому что потеряется страх Божий в человеке. А если нет в человеке страха Божия, он на все согласен, он всему может дозволиться. Это я так думаю. Сергей, разреши прочитать толкование Феофилакта на место, что жены должны быть безмолвные. Разрешу. Жены, говорит он, должны быть заняты двумя делами. Двоеточие. Повиноваться своим мужьям и удаляться всякого украшения убранства, подражая святым женам. Ибо они, говорит, знали одно только украшение, тире, то, что повиновались своим мужьям. В чем повиновались-то? Теперь дальше дает два толкования. Какая же польза от этого? Та, что язычники получают доброе понятие о вере и ревность по ней, что производит и наша покорность властям, и ради нас благодарят Христа. А для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашего доброго поведения язычники благословляют имя Божие. Слова без слова приобретаемые значат или то, что приобретаемое бывает без всякого рассуждения и противоречия, или то, что доказательство от дел сильнее слова искусности, как и святой муж сказал, кавычки открыты, дело не сопровождаемое словом, лучше слова не сопровождаемого делом. Когда дело подтверждается и не говорит, это лучше, чем говорит и не делает. и здесь не было, чтобы внутри, что мужья-то, которые не верующие-то, все же жалуются на жен, что она не слушается, она все на своем настаивает, сказал, не ходи, она пошла, не езди, она поехала. Речь ее вот о чем? Она на одно слово норовит 10 сказать, да еще два слова за раз выпустить, как Лев Толстой пишет. Без слова, без сопротивления. А здесь речь не идет о слове Божием-то. Совершенно даже не идет. А как он обратиться-то? Это поэтому он ее капитру эту потерял, и поэтому она становится на капитру. Или муж запился верующий, или не верующий, но она ему по чину принадлежала, как власть. Всякая власть от Бога. Первая власть была в раю установлена. Власть мужа над женою. Иоанн Златоуст говорит, вышла замуж, превратись в камень. У нас уже час прошел. Вот смысл в этом. Поэтому никогда не наставившись, что жена должна молчать. Дома она, Ян Златоуст говорит, вверены ей слуги, рабы, она всем должна свидетельствовать словом своим. Евангельским словом имеется в виду. Но при этом должна слушаться. А если же не слушаться, то лучше пусть молчит. Конечно, конечно. Вот поэтому одно другого не противоречит. Да. То есть она должна и слушаться, и проповедовать. Да. Либо только слушаться. То, что проповедует мужика, то не сильно трогает. Главное, что она говорит на пустяках. Ну, непрерывно. Да ты встань утром раньше, да приготовь. Ну, читай. Читай. То есть я правильно понял. Судьба человека Шолохова. Судьба человека Шолохова. Вот, а там он говорит, знаю я таких шалаф. То есть проповедь христианке, которая не слушается, не принесет никакой пользы. Он будет ее упакать в этом. Да. Но когда она... А если она даже и не проповедует, но слушается, он видит, что она... Ого, и он сам начнет... Он ее любит. Но обратиться ко Христу не может. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Хоть какая она будет хорошая, хоть с крылышками на спине, но обратиться ко Христу не может без ее благовестия. Вот смотрите. Был Осипов не Алексей Ильич, а Александр Александрович, профессор Санкт-Петербургской академии. Это при советской власти. И он такой приводил пример. Одна женщина, христианка, хорошая, но муж у нее был атеист. Он руководил общество знаний, антирелигиозное общество. И она молилась все время об его обращении. Ну, он не обращался, но между собой они жили душа в душу. И она все время молилась там и плакала о нем. Ну, вот он заболел и оказалось рак. Он измучился, врачи не помогают, и ей сказали, ему осталось месяц, не больше прожить. И однажды он тихо так, спокойно говорит, Наташа, подойди ко мне. Она подошла, как уже знает, что он болит. Знаешь, возьми книгу, почитай немного. Она только прошептала, какую? Он говорит, Евангелие. Она ни слова не говоря вышла в другую комнату и заплакала. О чем она плакала-то? Она плакала о том, что он не обратился здоровый, он высокого роста, кучерявый мужчина, статный, и она бы с ним явилась, а с ним она нигде не может показаться. Она ждала обращения, но не такого, и она заплакала. Да кто теперь вперед идет? И вот этот момент, если она не говорила ему, она старалась его не трогать. Вот выступает сейчас из Швейцарии, он там по дипломатическое посольство. Мы, говорит, этого Кирилла-то, Гудяева знали давно. Хорошие отношения были. Вместе в горах на лыжах катались, а он там учился. Ну, а было у вас, чтобы о Боге говорили? О Боге? Нет, никогда. Вот тебе эта жена. Он ни одного человека не обратит. А поведение у него было нормально. Вот сегодня, понимаете, это гомик, он гомосексуалист. Запретите такие слова произносить, по отношению к патриарху. Это злодеи, которые ничего не знают, говорят. Никаких доказательств этому нету. Нету. И сумеете противостать этому? Вот и все. И говорить надо, и жена это должна ему говорить, но говорить тогда, когда он увидит, ах, какие жены у этих христиан. Вот как. Все, вопросы надо, уже перешли мы грань занятий. Вы этот вопрос разобрали. Слава Богу, спасибо. Слава Богу, тут 15 минут в нашем распоряжении. Задавайте вопросы. Вопрос можно задать? Вопрос. Ну, я задам такой вопрос. Я по канонам маленький. Никто из епископов или пресс-фитеров или диаконов преподая причистое причастие да не требует от причащающихся за такое и таковое причащение денег или чего иного. Ибо благодать не продаема. Не продается. Не продаема. Я хотел вопрос спросить задать. Игнать Тихоновичу это говорится о причастии. Я думаю, что таким образом можно относиться к любому таинству в церкви, которая преподается и где преподается благодать Божия. Как к крещению, так и к остальным таинствам. Да, именно так. Ко всем таинствам. Просто об одном упомянули, за другие не брали. Но тут было нам странно. За причастие берут. Да, вызывают священника и платят. Это есть. Это симония самая настоящая извергает иссана любого, кто это делает. А тот, кто принимает, ничего у него нет. К слову сказать, об эпикемии меня спросили тут из Америки. Сейчас Никита пришел, мы кое-что перепечатали. Я вам всем, ну кому? Михаилу, Александру Марьясову, Пупкову Сергею. Да вы сюда, в чат напишите, сюда всем, в чат. Вот этот вот прям. В чат и все отсюда спишут. Да давайте, сейчас прочитаю, коротко хотите. А как? Да вы напишите в чат, вот, по общениям. Как написать? Да вы копируйте и вставьте. Ну как обычно по скайпу, знаете. А, подожди. Сейчас мы сделаем маленько по-другому. Вот как. И он сразу всем вот в этом в чат принесет. Слушай. Вот как. Ну-ка, фотографируй. Я прочитаю, это совсем немножко. Серахов, восьмая глава, шестой стих. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитемиями. Это слово встречается в Святой Библии. Наказание церковное. Третья книга, старш 14, 12. Встань и иди в дом твой. И как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. Это эпитемия. Наказание. Второе, царь 12, 13. И сказал Давиду Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь. Но, как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Первое, параллельно, 21, 10. И пойди, скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе. Избери себе одно из них. И я пошлю его на тебя. И пришел гад к Давиду, гад имя его, и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе или три года голод, или три месяца будешь ты преследуемый неприятелями твоими, меч врагов твоих будет достигать до тебя, или три дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом. То есть, вот смысл какой. Первое Коринфянам 5, 3. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас Духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшим такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа общей с моим Духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Дальше тут целое несколько строчек. Правила относительно эпитемии. Апостольское 25-е, двукратный Константинопольский правило 10-е, 6-й Вселенский 102-е, 1-й Вселенский 2-е, 12-е, 13-е, Анкирский 5-е, Василий Великого 3-й, 71-й, 74-й, Карфагенский 6-7, 52-е, Владихийский 2-е, Григорий Низков 4-5-8. Теперь конкретно определение эпитемии правила при наложении. Эпитемия есть наказание определенное священными правилами, двукратный 10-е, или духовное врачевство, приличное недугу, 6-е, 102-е, эпитемия не должно ввергать в отчаяние, не подавать повода к расслаблению жизни. Принявшие от Бога власть, решите вязать, то есть священники, должны рассматривать качество греха и расположения согрешившего, и жизнь до греха и после. Вот где они должны ничего не упустить. Правила вообще выкинули, наказания нет, но одно, что забор 10 лет отучается, включи сейчас, и половина храма опустеет сразу. Шестое тут, 102-е, Вселенский собор, второе, правило Анкирский, 5-е, Василий 3-е, Карфагенский, 52-е. Достаточным к врачеванию почитать не время, но произволение кающегося, то есть на одну треть может сокращать, Григорий Ницкий, 8-е. Ревностному в исполнении можно сократить эпитемию, ну, на одну треть. Василий, 74-е, Григорий Ницкий, 4-е, 5-е, 6-е, 102-е, 1-е, Вселенский собор, 12-е. Сам себя возбудивший к покаянию подлежит эпитемию снисходительнейший, а облеченный, то есть кем-то захватили, продолжительнейший, Григорий Ницкий, 4-е, С неприемлющими совершенно покаяния должно поступать по преданному уставу, 6-е, 102-е, и так дальше. За одно преступление не должно налагать двух наказаний, апостольское, 25-е, качество эпитемии. Эпитемии различны по различию грехового преступления. Эпитемии для отступников от веры, смотря отречения от веры, содействующему чьему либо греху, советом, или помощью, или неисповедавшей, но облеченной, должен быть под такой же эпитемией столько же времени, как делатель того же самого зла. У нас тут одну прихожанку грех настиг, но она вышла замуж, за другого уехала, она не член церкви теперь. Но рядом стоит одна ее мать и говорит, вот такая беда. А наша православная, вот она сейчас два дня назад стращает, я уйду. Она говорит, ну и правильно, что ушел, что с чужим мужем сошлась, раз не смотрите. Я говорю, ты что говоришь? Они венчанные. Ну и что, что венчанные? То есть ее нужно теперь подправила под это же самое, как изменницу, на семь лет отлучать. А она за десятину рыдает. Прекращение эпитемии. От злых дел обращающихся должно вводить в общение, то есть в церковь вводить, по исполнению времени, данного им для покаяния. Кашпировского только через восемнадцать лет. Если ты лишился у Кашпировского пять лет, если принял вдоль, накормил его, на два года отлучаешься. Ладийский собор второе правило. Кающегося разрешает епископ Карфагенский пятьдесят второе. По нужде и присвитер с благословения епископа. И то не открыто, но не на литургии. А на кающегося, если его преступление было гласно, известное, рука должна быть налагаема в притворе храма. Остановить его Карфагенский пятьдесят второе. Отлученный, сподобляемый по причине отчаяния к жизни. То есть, попал в аварию, заболел, а ему десять лет отучения. Священник может его причастить, даже хотя бы года не было. И он выздоровеет, то снова обращается к дополнению пятими. Снова эти восемь оставшихся лет на него накладываются. Первый Вселенский собор, тринадцатое правило, Григорий Ницкого пять. Никто их не отменял правила. И поэтому беззаконные епископы, беззаконный патриарх, беззаконные священники, гибнущие или погибшие. Ян Затус говорит, если не налагаете эпитимью, гибнешь сам и толково допускаешь. Вот что мы можем сказать определенно и четко. К этому добавить абсолютно уже нечего. Всего несколько минут. Определенно и четко нужно, чтобы сами же нарушившие каноны и правила сами на себя наложили эпитимью. А это самое есть такое. А вот раньше было, если он бритый и умер, его даже на кладбище не хородили, как собаку где-то отдельно закапывали. А о нем сорокаус называется. Нельзя было творить. Храм не заносить. Приравнивается как дохлый пес. А сегодня подряд все священники и епископы подбревают или усы подстригают ради причастия, чтобы на усах не было. У старобрядцев никогда не подстригают. Почему? И никогда не подстригали. Усы подстригают причастие. Ну обрежи их и все. Как же ты ешь-то? Так глупости на глупости едут. Война идет против спасения. Против. Я всегда Вопросы? Вот Илья Тихонович, родители тоже имеют право накладывать эпитемию на свои детей? Ну это свое. У них эпитемия не называется. Но они должны подсказать. Именно подсказать, что это именно пойти с ребенком вместе и сказать. Он может утаить. Ничего тут тайного нет. Узнали из холодильника таскают, воровство. Они должны его наказать. Вся ему эпитемия. Сейчас будут есть молочные, а ты не будешь получать как у меня в лагере. Неделю или как. то есть адекватно должно быть наказание. А если это касается греха, который тебе не разрешить, вопрос другой. Уже священнику говорить. Да, я имею ввиду лишение вот этих всех гаджетов и всего такого. То, что отвлекает их от реальной жизни. Ну, нарушает пост. Да. Священнику говорить на два года должен быть отключен от причастия. Тут придумали как? До 14 лет судить нельзя. Пятерых убей до 14 лет и ничего его не возьму даже никуда. До 16 лет не больше 10 лет. А в Германии этого нет, в Израиле этого не было. Какой бы ни был возраст, сумел грех сделать, сумел отвечать. Вот это справедливо. Ребенок шестилетний перепелки отстриг ноги. Ножки отстриг. Ну, какое преступление? Заседал Верховный суд Греции и Лады и приговорили к смертной казни. Потому что от этого негодяя добрые дети не родятся. Это будут новое Чикатило. Вот как рассуждали. Этот пример вы привели еще до принятия христианства? Конечно. Но у нас другие законы, другие. Но они попустительствуют. Выпари его там или что-то сделать. Но не в угол ставить. Что ему угол-то? Или поклонами. Сделай поклон. Да поклоны разве могут быть наказаниями? Поклоны только тогда, когда он неправильно крестится. Чтобы через определенные лестовку. А другой смотрит, чтобы правильно перекрестился, наложил на себя крестное знамение и правильно поклонился. Чтобы рука могла достать пол. Вот тогда да. На неправильное совершение крестного знамения я ставлю как наказание. Да не наказание, а потренироваться. И такой вопрос сразу. А вот рука достающая до пола это всего лишь как мерка? это поклон. Поклон. В серьезных лесках это все взято с древней там паломник. Все это было. Ну какой посмотри у стены плача еврея. Они стоят вот так как кулик на болоте трясутся. как старобрядцы кланяются тоже не знают. Ну да. Они не нет. Когда ты поклон делаешь ноги не сгибают. Для проверки опусти руку чтобы она могла достать пол. Вот это поклон поясной. Земной чтобы колени ладони и голова лоб коснулись земли. Это земной поклон. Мы еще не знаем что такое метание. Метание это наотмаш падает на руки. Ну нам это и не надо и не выдержишь. Я про то что иногда особенно женщины замечаю бегут навстречу к священнику и ладошка аж по земле раз а потом благословите батюшка. Я говорю рука же это всего лишь мета. То что вы земли касаетесь это ничего. Это откуда вы взяли это? Ну вы посмотрите как крестится патриарх. Он на лоб не достает. На чрево не достает. На правую руку чуть-чуть а левая вообще она ухота в карман у штанов идет. Пару тоже может он тоже с лестницы как вы упал. Рука болит. Это не рука болит душа больная. Да конечно пойдет. Это никакого страха нету. Крестное знамение поломано такого махания руки бесы радуются Ян Златоуст. Крестное знамение это оружие на дьявол. Ты так совершишь чтобы огонь летел. Сейчас в интернете много демонстрируют именно правильно наложение на себя крестного знамения. Показывать надо. У меня дети приезжают в лагерь в течение одного дня уже научились. Но не учит папы совершенно ничему. Деньги 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 и главное придет пост и буду читать Господи Владыка живота моего. Дух праздности унылили в начале празднословия а слово стребролюбие выкинули. Оно всех обличает а нельзя его выбросили. Это вообще разбой. Из молитвы слово стребролюбие выбросили. У меня в постной молитве есть это слово. Все кончилось. До свидания. Еще один вопрос. Минута в минуту. Секунду в секунду. Последний. Можно. Игнать Тихонович а вы не помните о восковых свечах есть ли где-нибудь в этом постановлении святых соборов или апостолов постановлении святых апостолов книгу правил у меня есть но я там не нашел на свечах ничего. чтобы свечи были натуральные. Оооо о чем ты разоговорил. Левитам 10-10. Левитам да Левитам Отвечайте чисто от нечисто нечисто нечистому и поэтому церкви церковная это не ангелам не Богу. Серафим Саровский об этом говорит. Чисто восковое и так понятно. Со цветка на цветок собирают. А нигде в канонах нигде об этом не сказано. Да никто об этом не додумывался. Ну может ли свинью приносить в жертву или собаку? Чистое животное нечистое в жертву только чистые приносятся. Какие еще слова-то? Еще не хватало. Да тут уж совсем надо опупеть или опопеть. Болен. Давайте поболимся. Болимся. Достой Болимся. Господи Божий, Отец наш Небесный, мы прибегаем к Твоей святыне и милости. Благослови народ Твой, желающий получить Твое благословение. Если мы в чем погрешили в Слове Твоем, прости нам, Владыка. Я прошу Тебя, а всех, кто слышит эти занятия, положи им на сердце начать занятия делать там, где они живут, распространить это Слово Твое. Благослови патриарха, епископов, священников, паству и даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Сохрани правителей страны нашей, благослови Рамзана, Владимира и всех правителей мира от покушения, сохрани их. И даруй мир Израилу, России, Украине, Сирии. И всюду идет война. Тебе, Господи, слава, хвала, счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. С Богом. С Богом. Давай. Отключай, Сергей, нас.